всем привет народ как у нас звук со звуком вроде бы все в порядке короче меня давненько тут не было я вам уже говорил что у меня ребенок родился и все такое в общем немножко было не до канала но но в данный момент я вернулся из небольшого путешествия в каталонию это в испании я вам буду сейчас рассказывать что я там видел что я там прикупил и вообще что там интересного особенно в контексте города сиджес и знаменитого фестиваля фантастического кино трейлер из которого мы смотрели по моему в прошлом году и будем смотреть в этом обязательно на этой неделе я сделаю фестиваль начинается 5 октября я к сожалению на него не попал естественно но зато я заснял для вас город как он выглядит какие-то следы фестиваля я заснял сейчас я посмотрю если они у меня под рукой по-моему нет а нет есть смотрите короче я там в информационном стенде интересовался этим делом вот мне подарили прошлогодние открыточки вот видите это знаменитая знаменитая макака кинг-конговая кинофестиваль в сиджесе все полетело на пол ладно значит поэтому я вам сегодня расскажу немножко про мою каталонию я не первый не второй и даже не пятый раз был в каталонии поэтому есть что рассказать ну и как бы поразмышлять в первой части будет немного размышлений всего такого потом сиджес и фестиваль и потом ближе к концу видео я надеюсь что он будет коротким так что не переживайте тем вроде бы много но я надеюсь что я уложусь вот и в конце будет распаковочка мы с вами посмотрим человек привез вообще из каталонии собственно говоря и на этом мы с вами пока расстанемся но в любом случае у меня ближайшее время будет много видео потому что ребенок пока все еще отдыхает а я вот вернулся так сказать на работу и вернулся к вам сейчас буду много записан передо мной небольшой типа сценарий тезисный такой план правда за то время пока я его обмазговал я уже о многом передумал как бы то ни было начнем вот с чего значит я последние две недели курсировал в таком треугольнике условно очень плоском треугольнике по факту между городком калафеля это пригород даже не барселона тарагоны сиджесом туда я съездил дважды в надежде заснять побольше про кинофестиваль и барселона один раз была барселона причина по которой этого поехал я вам поведаю на распаковке потому что я там прям затарился барселоне опять же я был сто раз и в общем все разы которые я там был можно назвать одним словом я там какое-то время жил получается но и суть маленькие городки каталонии у меня в этот раз вызвали один интересный что называется experience ними заставили задуматься вот о чем значит приехал я в сиджес смотрю значит иду я по улице имени какого-то местного писателя условно подхожу к какому-то дому на нем висит табличка здесь в этом доме жил там такой-то художник они же еще одна табличка этого художника тогда-то гостил знаменитый журналист такой-то и вот ты смотришь на все это и вдруг понимаешь от такую странную странную вещь что на самом деле культура непознаваема в принципе принципиально непознаваем потому что у каждого даже самого мелкого городка что там сиджес у тот того же калафеля который в принципе просто прибрежный так сказать санаторный городок да даже у него есть свои знаменитые жители которые внесли какой-то вклад в культуру как минимум в локально а возможно что и в мировую и мы с вами о них ничего не знаем и даже пройдя по улице их имени мы ничего не узнали о них и вряд ли очень много есть людей которые будут гуглить собственно говоря произведение этих людей потому что в каждом маленьком городке каждого государства есть свои знаменитости есть свои культурные деятели и вот эта мысль меня немножко знаете в отрыв вгоняет количество вещей которых я не знаю которых мы не знаем неожиданно оказывается значительно больше чем количество вещей которые мы знаем и при этом даже если ты всю жизнь узнаешь новое 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 в конце концов процент того что ты знаешь по отношению к тому что ты не знаешь увеличится настолько незначительно как будто ты эту жизнь не жил вовсе это меня немножко это сам ну и надо отдать должное вообще про каталонию что это регион скажем так хотя это свойственно в принципе испании соседней франции соседней с франции италии и так далее очень внимательно относятся к проявлением какой-то артистик да артистик короче художественное начало сейчас у вас на экране появились фотографии которые я снял это в колофейле это не легендарный фестивальный сиджес и тем более не барселона это как колофей маленький городок курортный вот так выглядит фасад местного кинотеатра суть в том что кинотеатр отдал свой фасад для разукрашивания на киношные темы естественно смотрите какие классные рисунки это просто проявление местного условно говоря арта и в принципе в каталонии очень много всего такого возможно поэтому испанцы часто считают каталонцев какими-то особыми хипстерами насколько это оправданно не знаю но в любом случае так вот мысль вообще про непознаваемость искусства принципиального у меня как я уже сказал возникла именно в сиджесе поэтому давайте давайте я уж не помню мы с вами на ты или на вы давайте перейдем к сиджесу почему этот город важен на самом деле это небольшой город под барселоны буквально рядом с кастел дефэлсом а он уже в свою очередь является ну как химки для москвы да то есть вот прям совсем рядом с барселоны на этот город весьма специфический несмотря на то что он расположен на том же побережье что колофей что виланова и лажер тру и так далее дело в том что в нем проходит огромное количество фестиваль самых разных начиная от них слова бога будет помянута в текущей ситуации прайда испанского и заканчивая и кинофестивалем и фестивалем театральным когда мы туда приехали там как раз заканчивался театральный фестиваль после него должен был быть праздник крупный такой праздник местный и после него уже соответственно начинается кинофестиваль этот город считается почему-то именно вот центром фестивальной жизни каталонии возможно потому что у него классная очень география геометрия рассказал дело в том что город занимает сразу три такие небольшие бухточки а посередине в исторической части у города огромная такая скала на самом верху находится главное здание города да такая типа префектуры и балкон под ним утес и там в него бьется море и при этом справа и слева отличные видовые набережные для прогулок и так далее внизу песчаные пляжи то есть идеальное совпадение до всего-всего старый город представляет особый интерес точки зрения туризма потому что он забит очень разношерстными и я бы сказал вне стилевыми зданиями дело в том что была такая традиция во времена поколения поколение покорение америки ну как обычно да старший сын наследует состояние семьи средний сын становится военным но точнее скорее всего второе по старшинству наверное духовенство да там 3 военный вот а есть дети детей-то много было в семьях по тем временам есть дети которые нифига не наследуют потому что они слишком далеко от старших что они делали они ехали в южную америку но их туда скорее всего спихивали прямо на корабле и типа все до свидания там богатели и возвращались домой и дома они начинали отстраивать себе шикарные виллы чтобы показать что вот вы нас третировали а мы-то смотреть как разбогатели такие своего рода новые буржуа вот именно новыми буржуа был отстроен центр этого города поэтому у него такие удивительные необычные немножко с примесью колониального стиля естественно здание сегодня на сегодняшний день многие из них все еще обитаемы хотя огромное количество этих домов превратилось в магазины в банки и так далее то есть но это все таки плюс-минус исторические памятники памятники архитектуры и поэтому город их так или иначе используют назывались по моему эти люди которые возврате возвращались из южной америки по моему они называются latinos уверенности точно нет поэтому ладно давайте переходим тогда к фестивалю значит вы помните в прошлом году или позапрошлом это уже было я уже не помню честно говоря мы по моему даже два делали видоса в прямом эфире один с котом вопрос кином мы смотрели трейлеры к фестивалю все джиз дело в том что это один из самых интересных фестивалей во первых я между в европе конечно во первых это фестиваль но официально фантастического кино международный но по факту там очень много хоррора что зрителям моего канала должно быть интересно да во вторых это фестиваль уважаемый туда наведывались и линч и ромера и так далее и тому подобное и как бы это не местечковое явление для них было это был выезд именно на хороший европейский фестиваль есть еще фестиваль сходный в антверпене по-моему есть фестиваль в брюсселе довольно крупный именно хорроровый и фантастический но вот сиджес почему-то наверное из-за того что там климат лучше почему-то внушает больше интерес аудитории это действительно крупный фестиваль площадками для фестиваля являются я надеюсь что я сейчас запустил видео поэтому вы не видите мое лицо видите разные нарезочки да возможно даже с комментариями внизу так вот мероприятие проходит сразу в нескольких точках города я и заснял первое это очень старая казино она находится недалеко от станции поэтому такой в очень проходном месте также есть естественно кое-что проходит в кинотеатре на набережной как мне обещали в инфоцентре располагается мерчендайзинг то есть ряды с мерчем который либо фестивалю принадлежит либо принадлежит кинокомпаниям и режиссером который приводит его фильмы а я должен отметить что туда выходит далеко не трипл а там можно на фестивале увидеть фильмы самые разные от сравнительно дорогих национальных до фильмов типа студии трома и даже ниже утром и кстати по моему есть видос про их поездку в сиджес точно есть видос про их революцию в каннах но по-моему просит же съесть они уже не раз были в сиджесе и мы с вами в этот раз посмотрим скорее всего выходные на то какие фильмы в этом году представлены 5 числа будет открытие будет внимание смотрим на экран вот в этом пятизвездочном официально отеле на краю сиджес короче ребята я не знаю слышно вам меня или нет крайнем случае я переозвучу за моей спиной вход вход в главный зал фестиваля кино фантастического сиджесе я даже не хватает длины руки если честно но выглядит это примерно вот так пока что здесь ничего нет фестиваль начнется только через несколько недель но когда вы смотрите видео я не знаю возможно он у вас уже прошел вот собственно вот так здесь будет церемония открытие вот но на фестиваль я не попал увы однако ужасов и фантастики у меня для вас есть дело в том что я поехал в барселону после всего всего для того чтобы найти одну конкретную вещь то есть у меня была одна так сказать основная цель и я ее не выпал если вы помните в одном из предыдущих видосов с пополнением коллекции я показывал журнал до смель маньякус то есть 2000 маньяков этот журнал представляет собой фанзин как раз про хорроры выпускаемый в испании я значит его покупал до этого и сейчас собирался купить в магазине комиксов в магазине комиксов который называется он у меня тут под рукой континуа континуара называется находится на виала это на 29 если вам интересно вот и короче говоря случилась хрень потому что я подошел к продавцу говорю есть у вас до смель маньякус он такой есть у нас до смель маньяку судя по базе данных даже пара я говорю доставайте он обыскал весь прилавок обыскал весь отдел подозвал парня помладше парень помладше пошел посмотреть на складе короче говоря нет у них до смель маньякус к сожалению это очень обидно я посмотрел в интернете в принципе их можно заказать и она так и сделано для этого нужно находиться в испании потому что в россию естественность сегодня тем более никто ее не довезет так что если я в следующий раз поеду то попробую заказать хотя бы несколько номеров потому что фанзин офигенный очень интересный но к сожалению я не знал больше места где он может быть и вероятно а причем чуваки в магазине сказали что типа но это не совсем легальное распространение то есть это не какая там книжная палата да это чуваки сами выпускают журнал сами его нами один раз принесли стопку и вряд ли они придут второй раз поэтому типа не ходи к нам вот но давайте начнем с того что я где нашел вот это вот замечательное издание кстати нашел я его в сиджесе но я откладывал до распаковки естественно не стал говорить это из сиджеса лавкрафт комиксы комиксы по лавкрафт причем они очень хорошо нарисованы естественно на испанском но тут прям знаете вот как бы это назвать ну короче говоря это artwork это не какой там фанатское условно творчество до настоящий piece of art я сейчас ищу какую страницу такую чтобы вам понравилось ну не знаю но вот например видите да отличная рисовка очень мощная очень такая ну или вот как чтобы свет не падал но вы понимаете уровень это прямо это даже не комикса это может быть французская бд до баунда сине с сильным реалистическим уклон и в том же магазине кстати я нашел еще пару прикольных вещей это что-то типа фоксимилье версии копии старых очень старых изданий про музыку европейскую в основном про британскую волну вот такое вот издание причем я их купил на сдачу по сути от лавкрафта то есть там ставил стопка такая вот этих исторических условно говоря изданий про музыку по 2 евро штука я купил 2 вот это здесь написано remember volume ту 1981-84 вылби поближе септембр 1984 то есть это типа 1 выпуск вот этого вот журнала который они называют его скраббук скраббукинг это когда вы вырезаете из газет что-то и собственно говоря чё я рассказываю давайте посмотрим вот это прям вырезки из газет которые приклеены на лист по существу получается что это своего рода тоже фанзин о 60-х годах рок-н-ролли и всем таком и второе издание которое я там же купил имеет прямую связь с этим вот такое издать wild wild world тоже фанзин тоже про музыку про образ жизни что называется да ну вот например очень классная картинка здесь написано на могиле i was a teenage werewolf вера вульф юноша вер вер вольф здесь тоже в основном про музыку статьи про какой-то панковый арт ну и в принципе про панк-рок психоделик вот я вижу психоделик сафари все это выполнено в таком очень интересном ключе я почитаю конечно это здесь главная тема это собственно говоря группа крэмпс и все что с ней связано но еще раз тут даже не в группе дело отдела в лайфстайле почему мне показалось что это издание прикольная потому что лайфстайл ну и плюс она на английском да насчет крэмпс надо же наверно сказать это группа которая является наверное главной пан группой штатов 70-х годов и поэтому весь этот лайфстайл переданного в таком вот ключе очень классно на мой взгляд отображает семидесятые в сша наверное так но это что называется мы с вами еще обсудим ну и еще один не из барселоны мой если вы подписаны на мой телеграм канал а я надеюсь что вы подписаны иначе я не понимаю чё что вам мешало собственно это сделать вы уже видели этот журнал я его купил в колафель в табачке это журнал про ретро игры как вы могли заметить а я обожаю вот подобное издание подобную прессу и поэтому я не мог вот так лучше не мог удержаться и не купить короче и поэтому это уже не первый номер этого издания его покупаю везде где вижу в европе а теперь приступим к распаковке вот ведь я вам говорил это вот магазин комиксов это их фирменный пакет купил немножко интересно значит во первых барселоне мы приобрели чертов пакет так плотно набить что потянулся потянулся достался а купили блюреев купили блюреев 2 потому что очень понравилось но и плюс они были типа сравнительно дешевые вот это первый evil d2 на блюрей на испанском и английском интересно то что он восстановленный заново заново установлены сейчас здесь где-то написано было ну короче говоря обновленная версия в очень хорошем качестве 4k да вот и мне очень понравилось по американские а зловещие мертвецы будет террори террорификамент мертвец в коллекцию отправляется ну и второе сатанас или за black cat американский ужастик в котором впервые по моему насколько я помню встретились полноценно с большими ролями борис карлов и бела лу горжи тоже в коллекцию конечно же тут реставрирую не реставрирую фильм очень старый и все же и все же это такой знаковый фильм у нас на сайте непропорционального кадра есть отдельный материал про да 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 вселенную universal там можно подробнее прочитать о том как взаимодействовали карлов и логоша в принципе в истории а мы с вами переходим к следующему лоту вот это в этом магазине комиксов лежат вот такие вот прикольные штуки это типа black packet но он черный он пакет я его обратите внимание не открывал еще берите целая пломба это пакет сюрприз он стоит там типа 3 евро что и в нем дал должен быть комикс 1 и какой-то для ключей знаете брелочек а вообще-то знаете что откроем-ка моего в конце выпуск посмотрим что там принесла нам фортун а пока давайте посмотрим комиксы собственно говоря значит я нашел там целую полку в магазине с комиксами типа винтаж в ней я конечно взял вот такое а были там более так сказать эротичные комиксы если уж честно я решил не перебарщивать потому что некоторые комиксы там были такие обложки что боюсь есть вариант что меня в забанили за них поэтому я взял нечто вот такое забанили на ю тубе я имею давайте посмотрим это старые винтажные комиксы естественно переизданные от эсайлум пресс в хоррор of it all bloodshot one shot называется очень прикольно этот выпуск посвящен вампирам выглядят комиксы вот так это классическая британская и наверное ранее американская манера комиксов когда очень много текста комиксы все еще так сказать литературные ну и конечно очень узнаваемый стиль рисовки вот этот вот очень узнаваемый у британцев был очень популярен у меня даже на холодильнике магнитик висит бритиш хоррор комикс и здесь кстати в конце есть интересное есть интересное список вот смотрите я попробую показать видите вот эти вот квадратики с цензурой вот 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 так вот на обложках их не было и поэтому я решил не испытывать youtube это короче другие выпуски журнала тут есть у них слоган хоррор комикс ту мэйк ю а из блиц так вот есть про зомби выпуски fearless down geek и все такое а с другой стороны еще винтаж про и код в хоррор комикс посткарт сеты по 20 штук такие вот там кстати говоря встречается знаменитый мистериус adventures word mysteries tales of horror и так далее классические журналы то есть открытки с обложками классических изданий очень прикольно очень прикольно я обожаю вот такую тему я может быть даже сделаю видос где мы с вами попробуем прочитать этот журнал что может быть сложно потому что он на испанском помою или на английском сейчас посмотрим а я его на английском почитаем почитаем с вами вот и потом я еще искал что-нибудь локаль так сказать местное нашел в какой-то очень дальней коробки на дальней полке нашел хуана гименеса такие вот комиксы это что-то вроде комиксов французских фантастических очень прикольно тоже для взрослых тут есть некие половые признаки на некоторых кадрах но в общем и целом в и целом это фантастические комиксы сейчас я какую-нибудь красивую картинку открою про космических пиратов космические драчки всякие бои про мутантов и все остальное ну давайте просто откроем вот так ну понимаете какая рисовка это первая часть серии лео роа ла вердадера история для лео роа вердадера не знаю что такое может быть что-то типа невероятная история лео роа всего их по моему три но в магазине был только один алехандро ходоровский не могу найти год но думаю в принципе они довольно стар я потом подробнее про них почитаю и возможно даже мы вернемся к истории вердадера истории лео роа а пока собственно говоря давайте перейдем к последнему этапу нашего с вами этого самого обзора давайте смотрите вот рву она очень плотно приклеена и и к сожалению не сохранить печать так тут у меня манга внезапно представляете манга на испанском языке big order а причем пятый выпуск то есть это это было бесполезно но ничего у меня уже есть хелсинг где-то посередину есть гананом и где-то посередине теперь вот будет big order где-то посередине ну и брелочек 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 китайского производства естественно вот такой да не очень повезло в смысле я не против манги я люблю мангу но то что пятая часть надо было кинуть ножницы взять не могу открыть то что пятая часть это досадно это очередной комикс в никуда мало того что он на испанском еще и не сначала открыл давайте посмотрим какой-нибудь кадр отсюда чтобы мои слова не были голосованы ну короче говоря вот такая тема я если честно надеялся что если уж они делают тайные вот эти коробочки то сделали бы их хотя бы все с первого выпуска потому что но некрасиво некрасиво ну да это бикордер конечно тут найти какой-то крутой кадр довольно сложно ну короче говоря манг манг big order часть 5 сака ясуна что ж немножко не то чего я хотел я надеялся на какой-нибудь первый выпуск ну ладно значит вот так вот закончилось мое путешествие в каталонию конечно я вам не рассказал большая часть того чем я занимался потому что я занимался в основном отдыхом попытками отдыха ходил на море расслаблялся кстати говоря в этих маленьких городишках каталонских очень возрастное население там в основном детки бабки но наличие с нами ребенка конечно заставлял их расплываться в улыбке раз в секунду где-то и тянуть руки к карапузу так сказать ну и в целом это такая знаете санаторная большая история но вот что я смог оттуда извлечь и какие мысли я смог оттуда извлечь я думаю что мысли которые мне пришли в голову там я так или иначе еще вам транслировать буду в ближайшее время потому что опять же сказал видосов будет много мне пришло в голову несколько тем для обсуждения с вами давайте это будет последнее что я вам сегодня скажу насчет тем для обсуждения во первых я бы хотел поговорить про носители я имею ввиду вот например я купил диски с фильмами да с фильмами тридцатых сороковых пятидесятых годов условно почему носители все еще актуальна на мой взгляд довольно интересная тема еще мне пришла в голову когда я сидел на балконе и курил испанские сигареты сигарилы мне пришла в голову мысли что надо бы сделать видос на тему того что искусство принципиально не подлежит сравнению и что какой-нибудь условно говоря граффити на заборе извините граффити на заборе наскальную живопись и так далее там картина эпохи возрождения или пуантилизм невозможно сравнивать нельзя говорить что хуже что лучше мы так или иначе касались уже этой темы но вот в данный момент мне хотелось бы наверное ее развить еще за то время пока я отсутствовал был большой бугурт в твиттере на тему лолиты набокова как ее нужно понимать об этом тоже стоило бы поговорить потому что у людей честно говоря в мозгах прям что называется говно ну то есть прям люди путают причинно-следственные связи я имею ввиду что хотел сказать автор что и как он написал и какие связи с другими его произведениями есть чтобы нам лучше понимать что вообще он вкладывал в лолиту но еще не забывая о том что лолита 1 его роман на английском языке ему нужно было что-то чтобы быстро заявить о себе тоже нельзя отметать ну в любом случае такие вот у меня пока планы но еще у нас будет куча игр там кстати вышла игра фанатская игра по twin peaks мы с вами просто обязаны ее заценить поэтому ближайшее время я ее скачаю и мы этим займемся еще из игр я вот сейчас открыл steam donald fit the monkey 2099 вышел возможно нам стоит не поиграть у меня еще отложены the book walker и ford солис вот ford солис наверное я бы в ближайшее время попробовал наверное я с него и начну вот прямо сейчас ставлю ford солис на загрузку все вы были на секретной космической станции хоспорт и одновременно с этим у меня в гостях я вернулся я вернулся не забывайте то я уже заметил что мой канал некоторые люди успели похоронить мысленно я вернулся и никуда не уйду на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки подпишись в телеграме твою мать и вконтакте лучше в телеграме я там пишу регулярно и о моей о моей каталонии там есть и пересадки в турции там есть и вообще в общем подписывайся там интересно до новых скорых встреч и выходные мы с тобой смотрим трейлеры фильмов с фестиваля фантастического кино все же вот пока